доброе утро ну что где могу еще быть в столь раннем час конечно на пляже а что никого нет обычно же тут то спят то ходят то купаются то загорают уже приходят удочку вижу рыбаки здесь в их номере один рыбак точно где-то должен быть или это чайка рыбалет удочка есть и никого нет нет смотрите сидят или пришли а это я уже начал удивляться где народ весь есть подозрение что это кто-то кто здесь ночует решил завтрак себе устроить леску вообще не видно но вот она натянута в воде ждет пока рыба клюнет тоже море сегодня спокойно и че началось то волнит а он работе сидят еще первый раз вижу что здесь на этом пляже рыбаки сидят рыбуют как мне нравится потому что дует такой легкий ветерок и свежо одно из преимуществ выйти с утра только потому что солнце не испепеляет вообще как-то сейчас задумался уже летом пролетело ну по испанским меркам она конечно еще будет до сентября включительно но как-то внутренне то само ощущение о том что уже вот и август еще чуть-чуть и сентябрь так уже солнце вылазит здесь на любимом начали потихоньку уже приходить время всем утра и решил не идти в море что не хочу сюда плавать хотя море очень спокойно просто манит вообще сидишь такая тотальная тишина но наушники в ушах вставленном там ничего не играет не знаю зачем я это сделал вот я сижу просто слушаю звуки природы и какой-то прям релакс дзем мне кажется надо было с собой взять коврик для йоги и посидеть просто помедитировать не знаю почему этого не сделал вчера думаю надо наверное взять и не взял только думал и в общем вставать нужно там уже вон уборщики ходят убирают обычно как обычно ничего не меняется каждый день все одно и то же поэтому все такое спокойствие менять столько количества людей вчера тут вообще было яблоко негде упасть утра сейчас единицы вот все там подходят на туристы пришли видимо фотографируются на фоне рассвета гуляли наверное всю ночь ночных клубах теперь пришли сюда вообще странно так интересно что до сабаде обычно туристы вот так вот не доходит особенно с утра особенно те которые тусили всю ночь где-то ночных клубах видимо я ошибаюсь и доходит вот люди так далеко заплыли я вчера кстати увидел в тик токе кто-то выложил видео штрафы испании на какие-то там один из штрафов значит говорится о том что он в воде запрещено плавать с десяти вечера или с одиннадцати вечера до семи утра и что-то как-то я если честно ни разу не видел чтобы полиция штрафовала штрафовала за то что ты заходишь в воду в ночное время понятно что это опасно наверное спасатель тебя не спасет если вдруг что-то произойдет но туристы заходят ничего не происходит вот хотя там штраф какой-то высокий писали полторы тысячи евро врать не буду я как-то так не вникал увидел такое видео и подумал насколько это является подлинной информацией вот можно посмотреть и проверить какие штрафы в испании есть на компании но насчет того что разводить костры на пляжах запрещено это факт это огромные штрафы также как кемпинги устраивать вообще запрещено хотя люди вот тут даже с палатками сидят с этой стороны вообще запрещено но опять же никто не приходит никого не штрафует кстати сейчас пока шел вспомнил пробежала просто женщина с собакой собаками нельзя сюда штраф и вспомнил что же меня раздражает все таки в испании почему я не могу привыкнуть вчера ночью я захотел есть и уже было что закрыто дома чтобы понимали нет ничего яблоко можно было съесть яблоко но я бы не наелся яблоком что весь день ничего такого особо не ел ну короче ладно бог с ним пойду в бургер кинг хотя я дико ненавижу не бургер кинг макдональдс не киев си не какие-то либо такие бургерные лучше пиццу сходить купить и я буду больше рад чем бургером но в итоге деваться было некуда ну ладно пойду за бургером взял я бургер там опция можно дополнительно класть ну в моем случае я брал вегетарианский бургер и дополнительно все добавить помидоры огурец и лук вот я я выбрал эти опции они там включены бесплатно уже в стоимость входят их можно как добавить их убрать и я взял луковые кольца но луковые кольца просто мне не нравится и решил взять мороженое причем там было маленькое какое-то за 325 и было написано гигант гигантская за 385 думаю ну возьму гиганты разница там 60 евро ну зато большое будет какого было мое удивление во первых это вот то к чему точно я не привык на кассе они уже вызывают на номер я подхожу забирать там нет луковых колец и мороженого они значит этот парень стал такой что вы уверены едва смотри чек и девушка подбегает такая вот вот кольца да не извинились ничего говорю а мороженое где он такой какое мороженое вы не брали ну и встала стоит смотрит чек изучал его долго но видимо понял стал по мороженое таки было пошел его делать приносит при этом опять ни одного слова простите или еще что-то приносит мороженое такой маленьком стаканчике я говорю это точно гигантское мороженое происходит и где и в этот момент вообще мне не отвечает он начинает общаться с другим клиентом с французом я ему такое будьте добры ответьте на мой вопрос он такой да это гигант и опять на него я ему вопрос задаю он опять от меня отворачивается я искренне не понимаю потому что ты меня еще не закончил обслуживать и ты уже переключаешься я ему говорю приносите мне стаканчик посмотри как выглядит маленький то вы чем не туда налили мороженого вот так потому что такая маленькая еще мороженого вот мы с вами только что были здесь вот видите вот эта женщина собакой которая что-то роет вот реально сходит в туалет собака и потом люди придут здесь лежать загорать в том числе я сегодня пойду загорать днем и наткнусь на отходы собачьи связи какая красота с повыше поднимусь решил здесь пройтись 1 от лирического отступления отойдем и я искренне не понимаю как так может быть и это во всем это испания по крайней мере я думаю что это не вся испания здесь в юрете или в туристических городках где им просто плевать на клиента потому что ну не я придет другой и они относятся к тебе как туристу им пофигу будешь ты есть с разбитой посуды будешь ты долго ждать еще что-то но придя домой я открываю бургер смотрю думаю а экстра дополнительно мне кали помидоры и огурцы потому что помидоры там было два кусочка думаю то есть если брать без дополнительного помидора они положат туда всего один кусочек помидорки и также там положили два круглячка соленых огурцов из получается без дополнительной опции один был в кружочек я думаю ребята просто радуйтесь что мне лень к вам идти разбираться из этих помидорок и огурцов потому что это очень странное отношение видимо это расклад на то что ты не проверишь здесь и сейчас лежат там помидоры дополнительно или нет здесь уже на горе солнце видно лучше что там чем там внизу так немного осталось подняться в гору конечно дико крутая сам выбрал этот путь подняться наверх и вот ровно вот это отношение сервиса в ресторанах кафе не знаю она просто меня убивает ну как как так можно при этом вот зимой рассказывал историю в ресторане отношения какое было при этом зимой в январе когда мертвый сезон здесь нет никого из туристов и точно понятно что к тебе пришли местные такая такой уровень обслуживания просто низкий но я думаю что это скорее всего связано с тем что это туристический городок и здесь обслуживание вот такое никакой веройте неважно куда ты придешь нет есть заведение где обслужат очень хорошо особенности тебя знают ты часто туда ходишь туда тебя обслужат очень хорошо но вероятность того что тебе дадут в разбитой посуде со сколами грязный какой-нибудь засохшими не знаю кстати этот стакан не мне принесли там засохшие какие-то то ли петрушка то ли что грипа мячами стакан но поменяли что испанцы в этом плане вообще не заморачиваются грязный стакан разбитый стакан все все равно главное набить желудок остальное уже дело 3 что тысячу лет вот сюда не ходил на гору хотя мне здесь безумно нравится на этом обрыве очень красивый вид открывается моря все такое ровно и абсолютно чтобы любоваться красотой ну вот собственно получается что есть таки момент который мне не нравится здесь в испании это я не знаю с чем это связано я больше грешу с тем что это туристический городок потому что в мадриде такого не был абсолютно барселоне есть возможность вероятность такое встретить потому что там тоже огромный поток туризма людей кто придет отдыхать и как бы там отношения тоже такое проходное и сегодня пришел ушел и вообще все равно и они даже не заботятся о том что ты чтобы ты вернулся еще раз не знаю поесть у них что-то поэтому поэтому такого вот и обслуживание никакое при этом я даже не знаю что делать в этом случае ну как бы ругаться бесполезно не ходить тоже как-то хочется ходить а вот эта какая прозрачная до санта кристина дошла все как красиво хочется вниз все таки спуститься в воду пока шел жарко стало как вы считаете что вообще делать в таком случае не ходить в ресторане или все таки не ходить здесь в юрете а выбирать какие-то места не туристические а где все таки работают местные и ходить туда чтобы не наталкиваться на такие вот не очень приятные комфортные вещи ладно все пойду может быть не спасусь всем хорошего дня хорошего настроения уже увидимся в следующем видео все пока пока